Мы продолжаем знакомиться со всеми нюансами такой важной темы, как банкротство физических лиц. Сегодня у нас в гостях вновь Анатолий Чернавских, руководитель юридической компании «Никому не должен» и Алексей Буштрук, адвокат международной коллегии адвокатов города Москва, партнер юридической компании «Никому не должен». Доброе утро. Доброе утро. И, наверное, первый вопрос, который интересует лично меня, бытует мнение, что вот есть определенный прожиточный минимум, и все, что вы зарабатываете свыше, когда вы уже вступили в дело банкротства, это изымается? Или все-таки есть какие-то другие варианты, что только прожиточный минимум? Или можно больше? На самом деле, да, есть такое. Прожиточный минимум оставляется человеку, то, что сверху, оно уходит в конкурсную массу и потом распределяется между кредиторами или банками. Да, где кредиты есть. Вот. Поэтому нужно обращаться к профессионалам, к нам, и мы уже имеем положительную, хорошую практику, где мы умеем исключать также деньги на детей прожиточный минимум, на аренду жилья, если оно арендованное, прописка где-то в другом городе, на лекарства, на лечение, вот, и так далее. Просто нужно обращаться к профессионалам, мы знаем. То есть здесь идет речь, ну, нас же всегда волнует законность этих действий. То есть, ну, легальными, законным методом можно оставлять, ну, оставить у себя большую сумму, нежели прожиточный минимум. Конечно. А само имущество можно вообще потерять при банкротстве? Ну, вопрос по поводу того, потеряется ли имущество, он обычно нами исследуется лично на этапе заключения договора. То есть, до того, как начинать работать с клиентом потенциально, мы исследуем, насколько есть риски потерять то или иное имущество. Получаем от него наиболее полную информацию, исследуем ее, анализируем. И уже после того, когда видим, что, да, действительно, процедура будет для него безопасна, после этого только мы идем в саму процедуру. А так, имейте в виду, что обычно, ну, никто не приходит домой, не исследует ваше имущество, то есть не описывает ничего. Единственное, пригодное для проживания жилье также остается за вами. Более того, сейчас у нас появилась практика судебная о том, что если это ипотечное жилье, и у вас есть возможности выплачивать именно ипотечный кредит, то также это имущество можно сохранить. Поэтому каждый случай, он индивидуален, обращайтесь на консультацию, соответственно, там мы дадим вам максимально объективную и персональную обратную связь. А если по поводу, вот, например, ипотечное жилье, он остается, то есть у нас прожиточный минимум, ну, сумма, ну, пусть будет 13 тысяч, например, я не помню, до копейки, но пусть будет, например, такая сумма. А платежное поручение у вас за ипотеку, там, 25. Как вот это тоже, получается, остается сумма на выплату, если во время процедуры банкротства можно оставлять на себе ипотечное кредитование? Именно разницу, вот это мне просто стало интересно. Ну, тут момент такой, что, получается, во время процедуры банкротства, все имущество, которое у вас есть, и заработная плата, оно идет в конкурсную массу. Из нее уже исключается прожиточный минимум, и также, если вы оплачиваете ипотеку, ипотечный кредит, также этот платеж, он остается для оплаты ипотечного кредитования. А, ну, он просто уходит, условно, туда. Да, ипотечному кредитору. А в чем вот именно преимущество банкротства? Потому что многие такие, ну, сейчас все продам, там, возьму новый кредит, там, погашу старый, там, разберусь. Да, там, до последнего, только не банкротство, пожалуйста. Да, то есть мы же боимся, наверное, в определенный момент чего-то. Ну, ситуации разные случаются. Если, например, человека обманули мошенники, он набрал кредитов и перевел все им, тогда смысл, да, тратить, не знаю, 10 лет своей жизни на работать, чтобы потом эти деньги отдавать на кредит, который перевел мошенникам. Конечно, в таком случае мы настоятельно рекомендуем пройти процедуру банкротства, обратиться на консультацию хотя бы к нам, где мы уже, скажем, подходит ли человек на банкротство и так далее, что, как это все пройдет для него без рисков и так далее. Вот, если человек берет какие-то кредиты для погашения старых, это тоже уже признак неплатежеспособности. Вот, а по закону вообще, если у человека долг свыше 500 тысяч рублей и он имеет признаки неплатежеспособности, то он обязан пройти процедуру банкротства. А, даже так? Даже так, да. И получается, если человек берет кредит, чтобы погасить предыдущий, но это уже он закапывается просто в долговую яму. Это тоже уже такой фактор, что нужно уже бежать даже на банкротство, бежать на консультацию хотя бы. Вот, если мы берем вашу консультацию в плане, как, нанимаем вас как специалистов, да, и там, как вообще эта процедура происходит, например, полгода, да, вот к среднему возьмем, какие ваши обязанности, можем ли мы вам 24 на 7 звонить, писать и консультироваться. Вот так вот, что, какие ваши действия. Да, при начале работы имейте в виду, что почти все необходимые действия делаем мы лично за вас, то есть мы являемся вашими представителями, осуществляем взаимодействие с судом, с органами государственной власти, с арбитражным управляющим полностью, то есть от начала работы до завершения процедуры банкротства. То есть, например, в суде даже меня может и не быть? Конечно, вам не нужно быть, у нас большая часть клиентов находится в других городах России, есть те, кто живут в других странах, наши граждане, сбор документов у нас сейчас возможен через электронные системы, практически ничего от вас не нужно. То есть мы ведем все самостоятельно, есть возможность задавать также нам вопросы, выходить с нами на связь, то есть мы отвечаем максимально оперативно, доступно, поэтому добро пожаловать, мы будем рады вам помочь. По крайней мере, обращайтесь на консультацию и дальше мы решим уже, то есть есть ли в этом необходимость для вас. Для наших телезрителей, что необходимо для первой консультации? То есть насколько нужно быть честным или что-то можно не сказать, что-то утаить, чем это обернется? То есть на первую консультацию, что нужно от, так скажем, потенциального клиента? Ну, вообще очень важно, конечно, изначально говорить правду, потому что бывает такое, что мы начинаем работать, а потом всплываются некоторые обстоятельства, которые мы не знали. И, соответственно, исходя из этого, немножко уже усложняет нашу работу и для клиента наступают какие-то еще возможные неблагоприятные риски, что как бы не нравится, ну, то есть, что может негативно сказаться как для клиента, так и, например, там, арбитражный управляющий, который узнает в процедуре, что, а, что, оказывается, у него была еще вот такая сделка, а почему, то есть вы нам не сообщили заранее об этом, да, то есть, а мы изначально просчитываем путь от и до. То есть, соответственно, все риски мы учитываем. Ну, да, какой смысл браться, если изначально понимаете, что там 18 квартир и так далее, и так далее. Ну, и так резко они не всплывают, наверное, в процессе. Спасибо вам большое за консультацию, ну, а мы приглашаем всех провести, тем более, консультации, я бесплатно думаю. Да, первая консультация бесплатная. Не бойтесь банкротства. Конечно, придите, задайте все интересующие вас вопросы, и все, и тогда у вас не будет ни переживания, ни волнения. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok